Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим контроль над процессом главного брожения пива. Контроль над процессом очень важен. В том случае, если мы не будем контролировать основные параметры, то мы получим некондиционный продукт. Именно поэтому контроль очень важен. В производстве обычно контролируют температуру бродящего сусла, степень сбраживания, вид деки на отдельных стадиях брожения и в конце брожения, степень осветления и брух молодого пива. Температуру измеряют два раза в день обычным или поплавковым термометром, который постоянно погружен в бродящее сусло. Однако используют спиртовые термометры со шкалой до 20 градусов Цельсия, разделенные по 0,1 градуса. Измеренные величины заносят в таблице или листы, прикрепленные на чанах. Степень сбраживания контролируют по видимому экстракту и измеренному сахарометром. В производстве степень сбраживания, как правило, не определяют вплоть до стадии высоких завитков. При опадании завитков и в начале охлаждения обыль экстракта избраживания следует проверять каждый день. Если, видимо, экстракт измеряют сахарометром прямо в чане или в отобранном образце в цилиндре, то пузырьки углекислого газа облегчают сахарометр. И возникает ошибка от 1 до 0,3% по сравнению с экстрактом, определяемым в пиве, которое было освобождено от углекислого газа встряхиванием после предварительного нагревания до температуры близкой к 20 градусам Цельсия. Полученные величины видимого экстракта, так же как и температуру, записывают в таблице или на листы. Вид, деки и временная последовательность отдельных стадий являются важными эмпирическими критериями, по которым судят о правильности хода, главного брожения и деятельности дрожжей. Отклонения записывают так же, как температуру и степень сбраживания. Степень осветления и брух молодого пива определяют с одной стороны по виду поверхности пива в бродильном чане, с другой – после осветления в контрольных стаканчиках. Для этого за день до перекачки стаканчики емкостью от 50 до 100 мл отбирают пробы молодого пива из чана после сдува деки. Стаканчики покрыты стеклышками. Помещают в бродильном отделении в специальном месте, обычно на полках с осветительным устройством. Брух перекачиваемого пива описывают как хлопьевидный или пылевидный, а также как грубый и тонкий. Результаты такие также записывают в таблицу или на лист. После взятия в стаканчике образцов определяют вкус и запах молодого пива, чтобы возможные недостатки были обнаружены вовремя, еще перед перекачкой. В стаканчике определяют также агглютинацию и седиментацию дрожжей и время, необходимое для осветления пива. При главном брожении иногда определяют также изменение PH. На экране вы сейчас видите диаграмма течения брожения. А сейчас на экране представлена таблица с контрольной записью о ходе главного брожения. В этом видео мы рассмотрели контроль главного брожения пива. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, а в нем все уведомления. Поделитесь этим видео в социальных сетях с теми, кому, по вашему мнению, оно могло бы быть интересным. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.